О! Привет, крутяк! Привет, ой, сейчас... Слушай, я по сравнению с тобой вообще просто паршиво выгляжу. А не, нормально. Ага. Сейчас я настрою вебку, вот у меня освещение сбито, наверное. Давай, настрой. Наверное. У меня еще второе освещение отключено сейчас. О, я себе света добавила еще. Все. Здравствуйте, кавказский стример. Смотрите. Жду, жду. Так. Сейчас, сейчас. Демонстрацию экрана я уже поставила. Ага. Угу. Так. Кстати, знаете, я вас где видел в последний раз? Где ты меня видел в последний раз? Да. Мы с тобой занимались, когда по актерскому мастерству все. Где, это понятно, после этого, где я видел. А больше? Я недавно смотрела с женой Яралаш. Да. И там в Яралаше мы были уборщицы. Я даже сказал сразу, что я вас знаю. Слушай, я два... Я три года жду эту серию, а никто из наших... Я сейчас вам ссылку могу кинуть. Слушай, скинь, пожалуйста. А-а-а, ты такой... Я так ее ждала. Я там даже комментарий оставил. И я сказал, это Лара Шум, которая актерсует. Так. Слушай, супер, супер, супер. Спасибо тебе большое, огромное. Так вот она. Жду, жду, жду эту серию. Она никак все не выходила. Ты ссылку мне сейчас скидываешь? Да, сейчас ссылку скину. Я вам даже скажу сейчас тайминг. Ага. Ну, в принципе, тайминг-то я там уже посмотрю. Слушай, солнце. Сами не видели, что ли? Нет, понимаешь, никто нигде ничего найти не может. Я, знаете, как вас узнала? Пока вы даже не повернулись, когда же Боку вас видел, я сразу поняла, что это вы. Здорово, слушай. Я прям горжусь с тобой. А сороковой ссылку сейчас скину, скажите. Давай. Где скинешь? В WhatsApp или... Не, WhatsApp не могу, я сейчас. Так, как вам скинуть здесь уже? А, вот, все. Давно не было в этом скайпе. Вот ссылка. Сороковой секунды. Ага, благодарю тебя огромнейше. Слушай, спасибо большое. Я потом посмотрю и тоже напишу комментарий. Так, смотри. В общем, я скачала по твоей ссылке. Прошла. Как эта программа называется? Шип-чат? Шип-чат. Шип-чат. Вот у меня что вышло. И дальше я не знаю, куда идти. Ты видишь на экране? Ага. Это по моей... Нет, по моей ссылке почему не скачали? Там же в описании ссылка была. Так, я по этой ссылке... Сейчас я тебе покажу. Смотри. Вот я захожу в нашу с тобой переписку. Вот. Я в нее захожу. В описании там есть? Да, вот. Вот описание. Ссылка на программу Шип-чат. Вот я ее нажала. Вот я ее скачиваю. Ага. Ну, я ее, в принципе, уже скачала. Видишь? Вот этот значок у меня вот. И вот у меня вот так вот открылась. Вот она. Это я с компьютера скачала. Вот она у меня стоит. Откройте, откройте ее теперь. А те настройки, которые у меня на видео, вы не смогли сделать такие? Вот. Вот у меня проблема встала. Сейчас. Ой, сколько у меня тут всего открыто. Вот она у меня стоит. Видишь? Ага. Вот. Вот она опять скачалась. И вот я захожу, и вот что у меня получается. Видишь? А, за ревистрироваться он уже забыл про это сказать. А я зарегистрировалась. Вот. Привет, Лара Шум. Личный кабинет, чип-чат. И все. И дальше у меня... Дальше я смотрю на твое видео, и не понимаю, что мне делать дальше. Я бы сначала... Зайдите в программу, чтобы она у вас открылась. Посмотрите, сейчас вам там авторизоваться нужно. Вот здесь вам нужно, короче, вот этот ключ. Вот видите, там либо ключ, либо логин, и пароль сказать. А у меня я уже ввела его. Вот-вот, я все это ввела. И логин, и пароль. То есть... Нет, у вас должна такая программа открыться. Видите, как у меня я уже показывал. Вот я... Подожди. Вот смотри. Давай я сейчас по-новому установлю. У меня вот так вот открывается. Вот у меня сгенерированный ключ. Ну вот. Зайдите с помощью ключа, и все. Скачайте через сайт, чипчат. Попробуйте отсюда. Отсюда? Да. Давай попробую. И этот ключ, который там есть. Да. Видите его, если она заработает, дальше там уже... То есть через Windows, я сейчас... Да, Windows. У вас же Windows платформа. Да. Вот. А тут что мне тогда? Выберите способ установки. X64, у вас какая система? Ну, у меня 64 есть. Ну вот, можете вот, либо Zip, либо XZ. Ну, Zip это просто архив. Вот сразу первый выберите, и все. Давай. Вот. Вот она опять стала закачиваться. Да, вот сейчас, который закачается, его установите. Ага. Сейчас попробую. Как вам, кстати, мои стримы, мои видосы, как... Слушай, во-первых, благодарю тебя, что ты мне их все время скидываешь. Вот сейчас правду. Сейчас так. На Библию руку, короче, положу. Библия называется «10 шагов к финансовой свободе». Кладу и говорю только правду. Ты мне все скидывал. Я, честно сказать, ни одного не посмотрела. Но. Вдруг. Недавно. Я думаю, что это я делаю? Короче, я беру, смотрю и гляжу. У тебя там донаты скидывают. Я у тебя, конечно... Реакция на донаты. Да. И мне так это понравилось. Я, значит, тут же у меня... А я давно идею, знаешь, планировала, там, хочу одну передачу сделать такую, как бы, типа «Телефонодоверие», типа, в общем, чтобы люди делились своими проблемами. Она у меня давно сидела. Тут я тут же за один день все это склепала, все сделала. И думаю, буду каждый четверг делать, чтобы донаты тоже собирать. Потому что мне понравилось, как тебе стримят. Ну, стримерам, мне кажется, немножко легче собирать донаты, я так думаю, вот, чем людям, которые там занимаются немножко другим. Но я думаю, дай-ка я сейчас все равно попробую, потому что... Вот, я хотела тебя спросить, у тебя зарплата уже есть с Ютуба? Ну, сам Ютуб мне не платит. Сам Ютуб платит за просмотр видоса. На видосах у меня набирается очень мало просмотров. Мне платят рекламодатели и новых зрителей, которые кидают уже. Понятно. А у меня уже, в принципе, знаешь, такая неплохая зарплата скопилась. Я думаю, что где-то в мае-июне я должна буду получить первую свою зарплату с Ютуба вообще. Ну, у вас просмотров, наверное, много, потому что... Да, да. У меня основной деятельность стример, поэтому, а видосы так чисто, чтобы канал не скатывался. Он все равно скатился канал, но все равно видосами как-то поддерживаю канал. Ну, ты молодец, ты еще рекламируешь себя, и поэтому я сегодня утром встала и прямо как ты, давай тут же все везде рекламировать, его все кидать, вообще ты молодец. Вот, смотри, короче, у меня скачалось. Я нажимаю показать в папке. Вот он у меня. Я его в третий раз сейчас буду устанавливать. Устанавливать, видите, ваша версия новее, чем у меня. У меня здесь 1.07, а это 1.10. У меня новее? Да. Вот, который вы от меня скачали, видите, 1.07 версия. Да. А это 1.10. Там, наверное, какие-то фишки добавили. Так. Ну, суть та же самая, наверное. Ну, вот я 1.17 открывала, и вот у меня как раз ничего не получилось. Вот у меня получилась такая фигня, которая там стоит. Вот она сейчас загружается. Правильно я понимаю? Угу. Слушай, ну ты все равно молодец, ты вдохновляешь людей. Вот, нажимай на зелененькую, правильно? Ну, это я не видела раньше. Ну, нормите. Обновить вы нажимаете. Обновить сейчас. Take out update. Ну, обновите, обновите зеленую. Посмотрим. Угу. Что, обновится она? Посмотрим, как надо работать. Видишь у меня, как твои видео? Видишь, как меня твои видосы вдохновили? Ага. Я вот, я вот с тех пор думала, вот этот, у вас курсы проходят, потом так и забывал, забывал, потом то времени не было. Слушай. Думаю, опять что ли, может продолжить как-то. Ну, смотри, у меня есть курс сейчас по сценической речи, если хочешь, давай, мне кажется, остальное тебе не надо, актерское мастерство. У меня курс по сценической речи, говори эмоционально, там как раз упражнения есть на импровизацию, на все остальное, поэтому мы с тобой можем, если хочешь. Он стоит всего 8 уроков, 4600. Это не такая большая цена. Я так еще рекламу сразу за 2 включу. Не, мне нравятся твои очки. Очки? Да. Я еще другие головные уборы еще не наделал, папаху могу, арафатку могу надеть. Папаху я видела у тебя, да, это круто, это классно. Молодец. Придумаешь такие интересные фишки? Это здорово. Просто я в ОБСке работаю, а ты тут сказал, что можно вот так вот читать сразу. Мне, да, действительно неудобно немножко чата читать. Вот. Вот открылся. Да, теперь вот ключ, ключ сделайте. Ключ видите, через сайт сгенерировали на сайте. А сейчас подожди, я его сейчас... По поводу сценической речи, это получается дикция, да, как бы получается? Да, это получается дикция. Вот с этим у меня реально проблемы. Чтоб не говорить это, чтоб каша не была во рту. Так, вот он ключ. Сейчас, секунду. Ага. Так, и я его вставляю вот сюда, да? Да. Вот я встала. Там в начале пробил, уберите. А, сейчас, подожди. А, вижу. Как ты всё замечаешь? Ага. Когда вы копировали, там заметила. Да. Всё, а ну-ка попробуйте. Может, они на ту ссылку захожу. Там я их столько наскачиваю. А там прямо на сайте же был этот ключ. Прямо на сайте сгенерируете ключ. Или это на почту приходит, когда генерируете? Это, да. Ну, вот я могу здесь, в принципе. Он тоже самое. Такое же. А может и нет. Тогда попробуйте логин и пароль ввести ваш. Сейчас. Я через логин и пароль, по-моему, входу. Так, вот ключ ставлю. Так. Сейчас попробую. О. Сейчас попробую. Так, кавказскому стримеру, значит, подписываемся все, да, правильно? От тебя. О. Вот, заработало. Отлично. Так, теперь что? Так, теперь настройки. Зайдите на настройки. Вот, шестерёнку нажмите. Ага. Так, сверните все браузеры, чтобы лишнее, чтобы не было. Ага, сейчас. Оставьте меня только и рабочий стол, чтобы. Так. 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 Всё. Так, теперь выберите русский язык. У вас там что-то подруга. Вот, наверху, наверху. Language. А. Вот. Хорошо. Русский. Ага. Дальше. Так, и теперь с видео посмотрите настройки. Я могу сейчас, в принципе, запустить. Мне так тоже несложно. Сейчас. И всё, как у меня, надо копировать. У некоторых не получается так. У некоторых получается. Я не знаю, почему. Вот, мне как раз вот этот процесс, вот, то есть я вот до этой формы, видишь, не дошла. А теперь... Вы не дошли? А, ну, если... Я думал, вы дошли, и у вас не получилось. Нет, я скачала сайт, а потом встала вот на этом сайте. Дальше не понимаю. Смотрите, теперь. Надо было ещё версию скачать, добавить. Ключ. Смотрите, я сейчас пока вам скажу, какие эти включить. Вот, в общих. Включить и загружать историю сообщений. Короче, первый, третий включите. Нет, это справа, справа, справа. Вон там, первый включите, первый, самый верхний. Ага. Да. Потом третий включите, разрешить анимированный гиф. Ага. Так, потом не читайте, сохраняйте позицию окна, а то начинайте все подряд включите. Ага. Вот, эти все четыре включите. Пять даже мне почему-то. А, сохранять позицию окна, сохранять режим окна чата, да? Да, режим окна, отключить предпросмотр ссылок. Ага. Отключить звукоповещения и принудительно задавать положение. А где отключить звукоповещений? Это у вас нету, походу. Нету, да? Слушай, обновление, наверное, убрали, может, автоматически. Это тоже включите, принудительно. Принудительно, как я разговариваю. А, вы тоже включите? Да, да, включите. Ага. Так. Так, дальше вниз идем. Внизу все вроде бы... Вот видите, у вас там рубли у меня такого нет. Так, вниз пойдите, больше ничего нету там. Все, у меня ничего... Отключите правку отчетов об ошибках. Не, не надо. Ага. Так, давайте дальше. Теперь звук. Угу. Так. Звук. Оставите по умолчанию. Так, смайлы. Задите смайлы. А, вижу. Ага. Так, у меня используют имиджи отключенные. Используют встроенные, включенные. Можете так оставить, а можете сделать, как у меня. Ага. Вот. Выбрали? Отключили или оставлять? А. Первый выключите, потом еще. Ага. Да, сначала только по умолчанию, потом уже под себя может. Так, теперь дальше идем. Фильтрация сообщений. Ага. Так, у меня все как было так стоить. Ага. Игнор лист. Все пустой. А, у вас так теперь, да? Белый список тоже пустой. Угу. Так, дальше теперь. У вас какие-то уведомления еще есть? У меня такой функции нет. Да? Угу. Проигрывать звуковые файлы у меня есть. Это лучше оставьте, как есть. Ага. Так, вывод на стрим. Ага. Так, виджеты. Это знаете, для чего нужно? Чтобы OBS вставить этот чат. Да, вы видели у меня, когда просто общаюсь в чате. Там моя вебка и как бы чат просто идет. Угу. Если вам нужно, вот это вот. Я хочу, давай сделаем, пожалуйста. Спаси меня полностью сегодня. Так, зашли в виджеты где-то. Виджеты. Там ссылочка у вас. Подождите. Включите, отключите шапку виджеты. Откройте вот это все. Игровой режим откройте. Там внизу у вас две минуточки есть. Игровой режим. Нет, игровой. Не-не, вот выше чуть-чуть. Вот, ниже, ниже. Ниже. Еще, еще ниже. Вон там нажмите. Вот, отключите так. У вас включенный. Теперь режим отображения. Игровой режим у меня выбран. Выберите игровой режим. Основной режим отображения. А зачем мне игровой? Ну, я не знаю, что это. Просто как у меня есть такое. Это, наверное, чтобы поверх игры, чтобы поверх всего надо было. Ага. Может, как-то так, наверное. Так. А потом брать тему из настроек. Это осталось, как есть. Стандартная тема, да? У меня стоит. Брать тему из настроек. Вот как было, так оставьте. Вот верхний, верхний. Брать тему из настроек. Нет, нет, брать тему из... Выберите. Самый лучший, который был. Брать тему настройки игровой режима. Ага. Так. Теперь дальше слева переходим. Подписки, оформления. Есть такой пункт? Подожди. Нету. Ладно. А, смотрите. По поводу виджета. Видите, виджет игровой режима. Скопируйте тут? Полностью. Вот там, справа кнопа... Нет, нет, вы направлены. Нет, игровой режим, откройте игровой режим. Виджет игровой режима. То, что вы сейчас вскрыли обратно. А, вот там. Да, теперь можете вот справа видите кнопку, скопируйте и все есть. А, вот это, да? Вот это. Справа там кнопка, и она сама копирует. Да, можешь вот так. Можете теперь зайти в OBS, ставить как браузер. Сставляйте ссылки и там, чтобы прямо в OBS, чтобы чат был. Подожди. Это режим для того, чтобы вы... Так, а где здесь я вставляю? В настройках? Сточники, источники. А где источники? Вот внизу там, где сцены, справа источники. Вот здесь источник медиа-изображения телевидения. А, да-да-да-да-да-да. А плюс, смотрите. Ага. Браузер. Вот, самый верхний. Так, ага. Ну, это, назовите там, чат исходить. И вот сюда... Ссылку вставляете, да-га. А где URL написано? Вот, да-да-да. И удалите это все. И ставьте ссылку. И окей. Вот, видите, там такой квадратик появился красный. Когда вам будет чат и писат, у вас здесь будет сообщение появляться. Что, серьезно? Так, дай-ка я переименую сразу, чтобы переименовать. Размечу, уберитесь. Чат напишу сейчас. Слушай, ты меня просто спас, ты не представляешь. Там потом настроите себе, там, ширина, длина, короче, там, подгоните себе. Угу, 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 обязательно. Так, это все понял, это было виджеты, дальше и переходим. Ага, так. Подписки, подожди. Подписки тут есть у вас и уведомления? Сейчас, подожди. Так, внешний вид... А, мы на виджетах были, правильно? Да, мы, да, на виджетах были. Так, теперь подписки у меня этого нет у вас. Подключение зайдите теперь. Угу. Подключение, вот, сервисы, правильно? Угу. Добавить золото, добавить. Ага. Ставьте слово, выберите сервис, ютуб гейминг. Наверху, наверху. Вы здесь ютубы хотите чат читать? Да. Смотрите? Так. Так, ютуб гейминг там должен быть. Вот. Ютуб гейминг. Ага. Так. Так. Вот индикаторы всякие у меня нету. Анбажи. Сейчас, подожди. Так, и снизу выберите, ссылку на канал скиньте. Вот название канала где, да? Наверное, выше. Либо там, либо выше. Попробуйте. Просто ссылку на канал скопируйте. Сейчас, подожди, мне надо ссылку на канал скопировать. Пять секунд. Так. У меня ВКонтакте есть... Добавляйте ВКонтакте мне в друзья, товарищи. Ха-ха-ха. Вот у меня ютуб. Копировать. И иду сюда. Название канала ставить. А это выше что такое? Может выше тур поставите? Давай. Здесь тур поставьте. Ставить. Сохранить. Так. И применить. 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 Да, дальше. А что ты по серверу там... Зайдите, а что ты по серверу. Дальше слева уже слева. А, да-да-да. Так. Здесь у меня включенный RCTP сервер. Включить. Включить золоте. Вот наверху. Наверху, наверху. Включить лаудит. Да, включить его. Вот так. Так. И у меня есть еще один пункт, который у вас нет. Угу. Так, дальше идем. Давай. Теперь выберите прокси слева. Угу. Выберите без прокси. Все так же, как есть. Дальше идем внешний вид теперь. А, подожди. Вот так оставляем, да? Да-да. Внешний вид теперь. Угу. Так. Так. Первый выберите там. Отключить бейджи аватарки. Да. Все. Теперь идем в игровой режим. Угу. Так. Здесь чуть побольше настроек. Так. Поверх всех окон, видите, чтобы она... Во время, допустим, игры или чего-то, чтобы она постоянно выше была. Вот, допустим, я вот играю. У меня в игре она... Чат выше видно. То есть, во время игры я вижу чат. Или, допустим, какое-то окно. Поставьте и включите его. Алло. Алло. Лара Шум. Блин, зависело, что ли? Лара Шум. Угу. Включаю демонстрацию экрана. Ага. Так. Сейчас тебя... Вот смотри, где у меня сейчас она здесь. Вот это вот будет, да? Не-не-не, это не это. У вас ярлык должен быть. Ярлык вот наверху, наверное, где ярлык здесь. Скорее всего, вот это. Вот это, да, думаешь? Угу. Откройте там, поверьте, видно будет. Угу, давай. Странно, такого не бывало. И просто-напросто у кого-то из нас с тобой энергетика. Но я просто хотела сегодня очень сильно с тобой поработать, поэтому... Так, он что-то не открывается. Так. Это установочное, то, что вы сейчас видите. А ярлык должен быть. То, что вы установили. А можете через пусты найти программу? Она уже там бывает же, установленная программа. Так. Вот шепчат, шепчат. Назад сделайте, назад. Ну там, вот тут тоже можно. Ку-ку. Ку-ку. Вот-вот. Два раза нажимай. А, иди что? Один раз хватает. Так. Ну и что ты не открываешься? А, вот открывается. Все, ждем. Все, ждем. 1-1-0, вот он самый. Это твой? Нет, это ваш, это новый. А. Мой постареет, ну. Какие-то пару фишек на ней, мне устраивает такой. Да нет, все нормально. Знаете, что это мне даже пользует, то, что я видео выпустил. Если я переустановлю Windows, я свои настройки не буду знать. А теперь я знаю, что с видео можно посмотреть. Так, заходим в настройки опять, правильно? Да. Вот, зашли. Так, проверяем. Все, все вроде бы у вас сделано. Так, мы дошли до чего? До подключения дошли, правильно? По-моему, да. Вот, YouTube у нас. Так, сделали так. HTTP сервер, там, включенный. Включите, а вот это уже вы не применяли, да. Окей. Так. Ну, это чем вы вышли? Подожди. Обратно зайдите. Просто применить, делайте все, чтобы сохранить. Так, подключение у нас, да, с тобой? Да. HTTP сервер. Так, вот, я отключил, ставлю применить, да. PROXY. Нет, просто применить, да. Нажала применить. Дальше PROXY. PROXY. Так. Там дальше внешний вид. Общий. А, внешний вид. Общий. Так, там включить, отключить BG. Отключила. Дальше, игровой режим. Вот здесь у нас включила. Поверх всех окон сделайте, включите. Это как раз таки та функция, которая позволяет высшей игры, чтобы она была. Так. Третий тур включите, показывайте статистику. Там же, там же. Ага, так. Потом четвертый не включать, а альфа с маской у меня нет вообще. Так, максимальное количество сообщений 5. Взелайте 5. 5? Да, или бегунком, или... Бегунком, зелайте бегунком. Так, 5 вот. Так. Дальше теперь автоскрытие сообщений 48 секунд. 48 секунд. Чуть-чуть подтяните, вот так, это так. Угу, так. Дальше. Оставляют последнее сообщение. Включите. Ага. Так, дальше идет максимальное количество строк сообщений 4. 4? Да. Тут у меня 5 стоит. Ну, 4 в золоте. Прозрачност. Подожди. 4. Еще, еще меньше. Вот. Вот. Так, прозрачность включите. Угу, включила. Здесь пролистайте чуть-чуть. Так, сейчас подожди. Ага. Так. А теперь непрозрачность 100%. А, у вас есть? А, да. Все, у меня... Так, дальше идем вниз. Модификатор размера шифта 0px. Так, есть? Правильно? Так, выбрать другую тему. Вот, нажмите выбрать тему. Выберите, какой он по вкусу. Это то, что в ОБС у вас будет показываться. Ага. Раз в 5. Ну-ка подожди мне, пожалуйста, мужчина. Что бы ты выбрал? Вот. Старкрафт 2 я бы выбрала. У меня раньше такая была. А, это где? Вот, право внизу. Вот, вот, вот. Ага. Вот это вот. Ну, давай. Выбираем. Так. Так. Дальше идем. Задержка появлена сообщено 0 секунд. Так, есть. Лайтспид, лайтспид. Окей. Дальше идем вниз. Топ. Так, не включено. Так, идем. 0, 0, 0. Все по нулям, короче. Угу. Угу. Все, не, ну, топ, фиксирую тоже. Все, высота золоте 671 пикс. А это фиксированный размер окна? Нет, 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 вот ниже, вот это. Нет, ниже, 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 ниже. Вот высота, высота. Ага. Вот. Сколько делаешь? 671. 671. Так, сейчас подожди. 681. 671. Так. Мммм. О, теперь основное окно. Слева, выберите основное окно. Я применить нажму, ладно, всякие, пожалуйста. Хорошо. Основное окно. Так. Так, поверх всех окон тоже включите. Компактный режим тоже включите. Угу. Потом убрать подложку тоже включите. Ага. Так, 75% непрозрачность. 75? Да. Ой. Да, бегунок потяните, и все. Так, модификатор плюс 1px. Подожди, вот 75, так. Модификатор плюс 1, плюс 1px. Так. Просто бегунком чуть-чуть. Вот так. Вот так плюс 1px, правильно? Да. Тема модерн. Вот тема у тебя светлая. Модерн выберите. Модерн. Выбрала. Угу. Так, дальше фон у вас такой правильный. Масштабируем. Все, здесь уже не нужно. Применить, Арбите? Применить, ага. Это все остальное мы сделали уже. Так, развлекательные функции. Окей, ставим или нет? Нет, пока не надо. Дальше. Развлекательные функции. Ага. Так, у меня все обычные. Голосование. Нажмите голосование. А где у меня? Слева, 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 слева. А, вот. Да, под пункт. Так. Так, все так же стоит вниз. Вниз помотайте, у вас все выключено должно быть там. Да, все включено. Все. Розыгрыш. То же самое, все выключено должно быть. Угу. Экспериментальные возможности теперь. Так, у меня все выключено. Отключите голосование. Подождите. Это оставьте, это оставьте. Ага. Остальное все выключено. Так. Внизу. Угу. Так, производительность. Тоже все выключено. Производительность. Так, и последнее, разный. Включить лагированный. Все, больше ничего не надо. Примените. Окей, можете уже нажать. Фух. Видите, как у вас чат стал прозрачный теперь? Да. Теперь смотрите. Подвиньте его куда-нибудь, куда вы хотите, чтобы вы видели. Так, вот. За угол возьмите теперь. За угол. Правый, нижний угол. А, вот. Вот. Сзавайте максимально узким. Тяните налево. Ага, вот. Это слишком широкий. Зачем столько места на мониторе? Вот еще, уже вот, вот так. И чуть-чуть выше еще. Чуть меньше. Чуть меньше, чтобы слишком много места не надо было. Она будет как прозрачная, вам не будет мешать. Вот, все, 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 стоять. Так, теперь подвиньте его в угол. Полностью его в угол подвиньте. Вот. В угол. Наверх, наверх, наверх. Наверх. Ага. И чуть-чуть ниже, чтобы место было чуть-чуть. Между этим. Не-не-не, вот. Просто чуть-чуть места, чтобы было там, миллиметр. Еще, 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 еще. Вот так. Смотрите. Теперь вы, если будете нажимать, то что позади него, вы не будете чекать. Сейчас нажмите Ctrl-Alt-U. Комбинация. Подожди, что нажать? Ctrl-Alt-U. U английское. Ctrl-Alt-U. U. U английское. Да. Нажала. Все вместе, да? Да, все вместе, комбинация. Ctrl-Alt-U. Все, нажала. Нет, вы не нажали. У вас там верхняя эта менюшка должна скрыться. И она должна закрепиться. Ctrl нажмите, удерживайте. Потом Alt, удерживайте. Потом U английское. G русское. Знаете, где G русское? Вот эту кнопку. G русское. А, все, поняла. Вот. Вот видите. Теперь смотрите сюда. Вы не можете его перетаскивать. Она вам не мешает. И видите, то, что позади него вы можете любой вещь открыть. Вот наведите сюда. Вот видите, как вы можете. Видите, будет ли там игра или что-нибудь, она не будет мешать. И получается, вы его случайно не сдвинете чат. Теперь вы можете либо играть, либо делать все, что угодно. И у вас чат будет там появляться. Это если я работаю через УБС, правильно ведь? Или нет? Неважно. То, что УБС связано, то, что вы сделали саму УБС чат. А это просто чат. Вы даже без УБС можете в этом чате смотреть. Но без УБС у вас не будет все равно стрима, правильно? То есть, если я прямой эфир буду вести там где-нибудь из леса, мне будут писать, и тут все равно будет отображаться, да? Нет, если у вас программа включенная. Если вы в лесу, у вас же компьютер не будет включенный прям. Пусть эта программа. Вот вы, допустим, сейчас запускаете стрим, у вас в этой программе шипчат будет. Вы можете там зайти в игру или все, что угодно делать, и вы будете справа весь чат видеть. А, понятно. Но я-то, видишь, я не стримлю, и я работаю. Если у меня идет стрим, то у меня идет через УБС. Понятное дело, что вы чат как читаете, когда в УБС-ку? Вот, вот тут проблема, я перехожу с УБС. А теперь у вас проблем не будет. Вот теперь весь чат там будет у вас собираться. Вы можете туда смотреть. У вас в УБС-ке? А? А не в УБС-ке будет чат собираться здесь? Нет, вот в этой программе вы будете видеть. Нет, я имею в виду, вот если я открываю УБС, вот смотри сейчас. А, да, если вы, если в какой-то сцене еще, смотрите, то, что вы видите вот сейчас, как экран, шепчат, так никто не видит, это вы только видите. А если вы сами в УБС-ке сидите, где вы выбрали чат, там, помните, какой вы выбрали там этот стиль? Да, чат, да. Да, у такого стиля будет выбран, будет видеть зрителей. Помните, как мы там выбрали там Старкрафт? Да, вот он уже торчит, кстати, видишь? Да, вот, вот, вот так они будут видеть ваш чат, если вы будете здесь сидеть на этой сцене. Ага, понятно. То есть, мне уже не надо будет никуда не переключаться, ничего, правильно ведь? Да, даже если в УБС-ке эта вещь вам не нужна, вот этот чат, это для зрителей. Вы и так будете чат видеть, без этого. Угу. Вот сейчас УБС удалите этот чат. Это для зрителей делается, чтобы они видели свой же чат. Ну, я могу его просто вот так вот закрыть. Да, вот так сделайте, и всё. А чат вы всё равно будете видеть через программу, которую никто не видит у вас. Смотри, так нет, подожди, вот у меня УБС... А, или мне вот так вот просто уменьшить... А, всё, я поняла, я же могу уменьшить. Вы можете свернуть просто, вы же чат всё равно будете видеть. Да, да, всё, я поняла. Супер! Если вы делаете захват экрана, тогда уже зрители видят вашу программу, как она у вас сейчас расположена. А если у вас там, допустим, игра или что-то другое, они не будут видеть программу, как она выглядит. Слушай, благодарю тебя огромнейший, ты меня просто спас.